Значит, что можно сказать по поводу такоотводов? Такоотводы у нас, значит, есть следующие требования. Вот по заземляющему устройству сейчас прочитаю и объясню, как мы это суммарно делаем. В ГОСТе 31385 раньше было более позднее издание данного ГОСТа, и там были более широкие нормы. Они были наравне, может быть, чуть-чуть более жесткие, нежели прописанные в РД-34 и СО-153. Тут указано, что нижний пояс стенки резервуаров должен быть присоединен через такоотводы к заземлителям, установленным на расстоянии не более чем 20 метров по периметру стенки, но не менее 4 на равных расстояниях. Объясню, что это значит. Это значит, что по периметру нашего резервуара, в случае, если мы используем искусственные такоотводы, а не используем сам корпус, мы должны выполнять присоединение такоотводов каждые 20 метров по периметру. Теперь скажу, почему у нас здесь так нарисовано всего 4 такоотвода. По факту здесь должно быть 6 такоотводов. Любой резервуар, длина окружности которого менее 80 метров, должен иметь 4 такоотвода, независимо. Хоть он будет малюсенький, соответственно, с данным пунктом 6, 5, 10, 3 должны быть установлены по периметру стенки, но не менее 4 штук на равных расстояниях. То есть данную картинку можно использовать как типовую для объектов с длиной окружности менее 80 метров, ну и 80 и менее. В нашем случае тут 105, и по сути должно быть 6 такоотводов. Ну, я наглядно сделал такую, преднамеренно сделал такое допущение, чтобы можно было это показать, объяснить, что независимо от размеров, насколько маленький резервуар, должно быть 4 присоединения на равных расстояниях. То есть что мы сделали, соответственно, на картинке. Дальше. Обязательно нужно учитывать, что при соединении резервуара к такоотводам и заземлителю следует выполнять, как правило, сваркой. Допускается при соединении чрезмерные для цинкованной такоотводы с использованием латунных болтов. Ну, это формулировка ГОСТа. На самом деле есть ГОСТ по… Значит, о чем эта фраза говорит в первую очередь. В первую очередь говорит о том, что если мы используем разные материалы, допустим, оцинкованные, медненные, стальные и так далее, то может возникнуть некая электрохимическая реакция между металлами, то есть в местах соединения. Соответственно, в этих местах необходимо использовать… Допускается использовать болтовые соединения, в том числе и это прописано в техническом циркуляре КПУЭ 2006 года, и это прописано в ГОСТе 50571554, который мы вначале рассматривали. По ссылочке на наши нормативные документы на нашем сайте, они все есть. То есть там есть четкие предписания, какие металлы, каких сечений и из каких материалов мы можем использовать в качестве заземлителей, каким образом они, собственно, выбираются. Выбираются и, соответственно, обеспечивается подключение каким образом. То есть необходимо обеспечить мероприятие для предотвращения электрохимической коррозии между металлами. То есть это можно использовать в зажимы специальные с биметаллическими пластинами, либо если материалы одного покрытия или из одного материала выполнено, то допускается напрямую соединение. Соответственно, да, то есть мы смотрим, что у нас каждому резервуару необходимо выполнять минимум четыре подключения, и, соответственно, должен быть контур заземления. Обязательный контур заземления. Если это несколько резервуаров, то выполняется общий контур заземления. Теперь по поводу 20 метров. Как вначале говорил я, у нас есть разные нормативные документы, и этот же ГОСТ в том числе ссылается на то же ISO 153 в начале в своем. В ISO 153 есть такая информация, которая говорит о том, что наши проводники, так и отводы, должны быть установлены, грубо говоря, по периметру объекта, по периметру защищаемой поверхности кровли, и иметь между собой соединение каждые 20 метров. Есть такие же требования, прописанные в РД-34. Раньше это было расписано в данном ГОСТе, я уже говорил. Но вот сейчас остановились именно на 20 метрах последняя публикация. Соответственно, уравнивание потенциалов делается нашими теми же такоотводами. Если мы используем в целом, в некоторых случаях допускается использование самой металлоконструкции самого резервуара для использования как естественного такоотвода. То есть у нас, допустим, могут быть несколько клапанов, установленных по периметру. То есть мы при помощи молниеприемников защищаем это пространство, но в качестве такоотвода используем, собственно, сам резервуар. В таком случае такоотводы не нужны, и у нас получается, что необходимо подключить заземляющее устройство к той самой нижней стенке резервуара. Ну, в соответствии с данными правилами. То есть каждые 20 метров по длине, по периметру окружности нашего резервуара.